Основным направлением диверсификации наших экспортных поставок трубопроводного газа является восточное направление. И это неудивительно. С 2011 по 2021 годы доля АТР в мировом потреблении природного газа выросла с 19 до 23%. Самое большое увеличение доли в мировом потреблении природного газа за 10 лет произошло в Китае. За это время она увеличилась более чем в два раза, с 4 до 9%. Для сравнения, доля Европы в мировом потреблении за эти годы сократилась с 18 до 14%. Только за последние пять лет прирост потребления газа в Китае составил около 160 миллиардов кубометров. Этот объём сопоставим с суммарным годовым потреблением таких крупных стран, как Германия, Франция, Чехия и Греция. В первом полугодии 2022 года из-за ковидных ограничений темпы роста спроса на газ в Китае замедлились. По мнению большинства аналитиков, это лишь передышка перед новым скачком. По актуальным прогнозам, уже к концу десятилетия потребление природного газа в КНР достигнет уровня потребления всеми странами европейского региона. В регионе наметился и второй лидер по приросту спроса на газ – это Индия. В этой стране наблюдается стремительный рост спроса на природный газ. В долгосрочной перспективе к 2040 году спрос на газ в странах АТР может вырасти более чем на полтриллиона кубометров или на 70% к уровню 2020 года. При этом в Китае можно ожидать рост потребления более чем в два раза, в Индии – почти в два с половиной раза. В ближайшие два десятилетия на страны АТР придётся почти 60% от прироста мирового потребления газа. С точки зрения форм поставки газа важно отметить, что в условиях стремительного роста цен на СПГ азиатские страны увеличат импорт именно трубопроводного газа. Сторонние наблюдатели иногда говорят о развороте на восток российской экономики и газовой отрасли в частности. На самом деле слово «разворот» предполагает какое-то спонтанное решение. Мне кажется, в данном контексте его использовать не очень корректно. ПАО «Газпром» был назначен координатором восточной газовой программы ещё в 2002 году. Таким образом, диверсикация деятельности в восточном направлении осуществляется уже два десятилетия. Отдельно отмечу, совсем недавно, в феврале 2022 года, наша компания подписала новый контракт на поставку газа в Китай по дальневосточному маршруту. Объём годовых поставок составляет 10 миллиардов кубометров. С учётом ранее подписанного контракта на поставку газа по газопроводу силы Сибири, совокупный соконтрактованный объём составляет 48 миллиардов. Также ПАО «Газпром» фиксирует повышение заявки от китайских сторон на поставку газа по газопроводу силы Сибири даже в условиях замедленения темпа роста на газ в стране. Это говорит о высокой востребованности российского трубопроводного газа на китайском рынке. В этой связи мы продолжаем активную работу с китайскими партнёрами по перспективным проектам. При этом важно и то, что развивая сотрудничество в газовой отрасли, Россия и Китай исходят из безусловного соблюдения национальных интересов обеих стран и не увеличивают взаимную зависимость до критической.